Фабрика-завод снова в Барнауле. Рабочих мест там не предлагают, зато архитекторам и урбанистам будет чем заняться. На протяжении трех дней они обсудят проблемы городской среды Барнаула. В том числе важный вопрос. Как сохранить памятники архитектуры? И кое-что в этом направлении они даже предпримут, а именно поработают руками, слепят кирпич по старинной технологии. Подробнее об этом расскажет Илья Кочетков. Он у нас в студии. Илья, привет. Здравствуй. Расскажи, а зачем маститым архитекторам вдруг собственная речь набраться за подготовку стройматериалов? Во-первых, это как физкультура полезна для здоровья. Во-вторых, они таким образом буквально своими руками могут внести свой вклад в сохранение этого объекта культуры и искусства. Про субботники на спичке знают уже многие, а вот про кирпичи для спички пока нет. В чем суть? Волонтеры уже не первый год наводят порядок на этом историческом объекте. Именно они забили тревогу. Здание рушится им под 300 лет. А когда будет реставрация, неизвестно. Вот и решили временно укрепить часть старинной плотины и зданий кирпичами. Да не современными, а созданными по технологиям буквально демидовских времен. Даже глину нашли соответствующую под Павловском. Автор идеи – архитектор Александр Деринг. Те работы, которые не наносят вред памятнику, они его не искажают, они не вносят какие-то новые элементы и прочее, прочее. Они всего лишь консервируют и защищают, направленные за счет этого памятника. Эти кирпичи, они очень легко могут быть обратно демонтированы, потому что это специальный монтаж будет на легкий раствор, такой, который не наносит вреда. Вообще все мероприятия, которые будут направлены, если у нас с кирпичом это не получится, они направлены исключительно на вот такие противоаварийные мероприятия. Как делать кирпичи, вам с удовольствием покажут и расскажут в один из дней фестиваля 14 сентября, да и после. Правда, само производство – дело затратное, поэтому в кирпичи придется вложиться. Себе стоимость одного – 300 рублей. Такое вот народное финансирование. Всего нужно тысяча штук. И уже половина строительного материала готова. В России подобные народные акции пока все-таки в новинку. За рубежом? Пожалуйста. Яркий пример – проект замок Гиделон во Франции. Там, правда, его не реставрируют, а буквально заново строят с участием волонтеров. По самым, что ни на есть при этом, средневековым технологиям – познавательный проект. Кстати, не все знают, что рядом с Барнаулом есть такой небольшой Гиделон. Энтузиасты восстанавливают казачью Белоярскую крепость, которая исчезла в конце 18 века. Она появится снова примерно к концу этого года. А все желающие пока могут приобщиться к ее строительству. Волонтеры приезжают, дети приезжают, студенты приезжают. В основном, конечно, мы их задействуем на работах по уборке территории, по шкурке деревьев. Такие работы. Понятно, что полноценную работу делают плотники профессиональные. Кто-то может сказать, подумаешь, энтузиасты. Пока власти, большой бизнес не захотят, не будет ни реконструкции, ни полноценной заботы о наследии. Но урбанист Мария Леонтьева из Казани, один из главных экспертов фабрики завода, считает, именно такие инициативы и способны в целом сдвинуть дело с почти мертвой точки. Горожане берут на себя ответственность за то, что их окружают. Предметом их заводы становятся не только частные участки или квартиры, но то, к чему они чувствуют себя причастными. Исторические здания, фасады, вывески, природная среда. Леонтьева уверена, заботиться об историческом наследии должны все, не важно, чиновник ты или простой человек. А на фестивале представители из городов края, Новосибирска и из Казани будут решать, как спасти спичку и другие памятники, которые сегодня, как никогда, нуждаются в нашей с вами помощи. Спасибо, Илья. Думаю, завтра сами сможем съездить и попробовать создать старинный глиняный кирпич.